Здравствуйте! Россия включила проект благоустройства малого пруда, парки культуры и отдыха для участия во всероссийском конкурсе. Вспомнить молодость в кругу друзей, как старшее поколение отметили День пожилых людей в Центре социального обслуживания населения. Завершил свою работу 21-й всероссийский конкурс «Стефи-регион», который проходил в Карачаево-Черкесии. Торжественная церемония награждения финалистов 21-го всероссийского телевизионного конкурса «Стефи-регион». В церемонии приняли участие региональные производители теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения, региональные телекомпании и редакции программ. Конкурс проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления – информационное телевещание и просветительское, и развлекательное телевещание. В этом году в номинациях представлено более 500 работ. География участников – практически все регионы страны. В Черкесск приехали из Южных Сахалинска, Хакасии, Иркутска, Астрахани, Новосибирска, Рязани, Кирова и многих других городов и регионов. Финалистов, а затем и победителей конкурса определяет жюри, состоящая из профессионалов, медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов, членов Академии российского телевидения. Финал и заключительное мероприятие всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФ и регион» пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 ноября. Мы искренне гордимся и благодарны организаторам этого этапа конкурса, что состоялся он у нас. Потому что для нас проведение мероприятия на полугольнике, я же просто вот состав, который вы сейчас снова видели, я наблюдательно смотрел, в Санкт-Петербурге, Черкесском, рядом. И, конечно, для нас это очень важно, что мы, как регион, один из самых маленьких в стране, прикладывая много сил, развиваясь благодаря вашей поддержке тела, мы решили вперед. И надеемся, что, как правильно сказал нашим уважаемым коллегам, эта погода не испортила впечатление, но, наоборот, оставила такую дымку неизвестного, которую мы с вами будем развеять раз за разом. И приглашаю вас снова отдыхать, работать. Очень рад, что некоторые из вас уже предложили свои проекты. Прямо уже завтра мы едем занимать один из проектов, одну из городов, деревню. Мы здесь для этого, для того, чтобы вам, здесь у нас будет хорошо. Рабочая группа Карачаев-Черкесского отделения партии «Единая Россия» продолжает мониторинг хода работ по капитальному ремонту студенческих общежитий, вузов в нашем регионе. На этот раз партийцы посетили Карачаевск, где на финишной фазе полное преображение обоих корпусов студенческого обиталища КЧГУ имени Умара Алиева. Какие обновления ждут жильцов и как они должны повлиять на их успеваемость, выяснял Ахмат Халкечев. Масштабная кампания по капитальному ремонту вузовских общежитий реализуется по инициативе партии «Единая Россия», которая включила это направление в свою народную программу. Во время ее подготовки именно такая просьба чаще всего звучала на встречах с преподавателями и студентами. Партия также инициировала дополнительное финансирование на эти цели из федерального бюджета. Такого капитального ремонта в университетских общежитиях КЧГУ имени Умара Алиева не проводилось со дня ввода их в эксплуатацию, а объект был сдан в 1987 году. Шумные разговоры студентов на время сменило грохотание строительной техники. Как говорится, работа кипит. Заменят полы, окна, двери, а в душевых комнатах ветку и плитку и сантехнику. Безопасность жильцов тоже будет обеспечивать обновленная система экстренного оповещения. Я уже говорил ректору, что даже мне завидно, если бы в наше время были такие общежития, были у нас общежития, панели покрашенные в темные цвета, мы мечтать не могли о таких общежитиях. Это говорит о том, что государство повернулось лицом к высшему образованию и все-таки обратило внимание, что общежития находились, конечно, в очень и очень плохом состоянии. Главная цель программы – сделать условия проживания студентов комфортными и безопасными. В масштабах страны будет отремонтировано 357 общежитий. Благодаря партийному проекту жилищные условия улучшатся у студентов в 238 вузах. Ну а в нашем регионе капитально приобретаются три вузовских общежития. Одно северо-кавказской государственной академией в Черкесске и оба корпуса студенческого общежития Качегулу в Карачаевске. Наш университет является одним из лидеров по количеству иностранных студентов. На это уделяется очень большое внимание и президента Владимира Владимировича Путина, и нашего учредителя Министерства науки и высшего образования, и, конечно же, студенты, обучающиеся. Конечно, это важно для наших студентов, но особенно для иностранных студентов, которые, проживая здесь в наших общежитиях, обучаясь в нашем университете, получают хорошие впечатления, и, конечно же, приезжая домой, они транслируют положительные эмоции, и, конечно же, они становятся проводниками нашей культуры, нашей российской культуры. Это тоже, с этой точки зрения, тоже очень важно. В отремонтированные блоки первые новоселы начали завозить свои принадлежности и обживаться. В таких комфортных условиях нам теперь и сессии не страшны, признаются студенты. В том, что условия проживания должны повлиять на качество успеваемости, не сомневается и руководство вуза. Получается, я и застал старую общагу, если можно так уразить. Ну, старая общага у нас была, ну, общага, общага, типичная студенческая общага. Я не думал, что так будет выглядеть, потому что, ну, это, ну, отель, нормальный отель. Ничего не отвлекает. Просто, я же говорю, можно жить и наслаждаться. Алексей Ганшин также отметил, что ремонт студенческих общежитий – это одно из ключевых и приоритетных направлений народной программы, с которой партия шла на выборы в Государственную Думу в 2021 году. На сегодняшний день многие из обозначенных в ней проблем решены. Ахмур Халкевичев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Министерство строительства Российской Федерации объявило конкурс по благоустройству общественных территорий, малых городов и сельских поселений и расширило квоту для городов с населением до 200 тысяч человек. Республиканский центр «Мой бизнес» совместно с мэрией Черкеска включили проект благоустройства малого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» для участия в конкурсе. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В случае победы нашего проекта мы сможем благоустроить территорию малого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в республиканской столице, отмечают представители центра «Мой бизнес». По подобному конкурсу проходили и одержали победу такие проекты по благоустройству парковой зоны Усть-Жигуты и парка «Зеленый остров» в Карачаевске. До конца октября месяца будет подготовлена проектная заявка для участия в конкурсе, объявленном Минстроем России. Жители столицы республики также могут оказать поддержку данному проекту. Граждан прошу активно участвовать во всех опросах. Они размещаются в соцсетях мэрии, на всех их официальных ресурсах. И суть конкурса такова, что при разработке каких-то архитектурных решений или конкретно места, где это будет делаться, в первую очередь учитывается мнение горожан. Это и является критерием оценки для Минстроя, поэтому просьба всех максимально поддерживать этот проект. Проектную заявку подготавливает республиканский центр «Мой бизнес» совместно с мэрией Черкесской и проектной группой «Ярус». По проекту на территории Малого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» будут проводиться облагораживания территорий Малого пруда, будут установлены пешеходные и велодорожки вокруг Большого пруда, а также создание всех условий для комфортного отдыха жителей города. Вокруг Малого пруда сделать зону променада со скамейками, освещением, урнами и всем, что необходимо. Также планируем установить зиплайн. Мы знаем, что «Зеленый остров» у нас, скажем так, в низменности находится, и от частного сектора на перепаде высот можно сделать зиплайн. Также летний кинотеатр с экраном с одной стороны озера и посадочными местами. Это будет такой пирс несколько уровней, где можно будет сидеть и смотреть кино. Конечно же, санитарная зона и, скажем так, благоустроить нашу спортивную площадку волейбольную, там, где песчанное у нас такое покрытие. Мы уверены, что в случае победы нашего проекта «Зеленый остров» преобразится и станет уютным уголком для отдыха, уверяют представители центра «Мой бизнес». Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Песни, танцы и мини-сценки. Так отметили День пожилых людей в Центре социального обслуживания населения Черкесска. Вспомнить молодость в кругу друзей и знакомых, подарить друг другу звонкий смех и улыбки. Именно так решило старшее поколение провести этот день. На праздники побывала и наша съемочная группа. Международный день пожилых людей. День мудрости, добра и уважения. В нашем мире старшие играют важную роль. Они передают накопленный опыт и знания подрастающему поколению, тем самым укрепляя фундамент общества, в котором мы живем. В отделении дневного пребывания Республиканского Центра социального обслуживания населения прошло праздничное мероприятие с участием виновников торжества, а также детишек с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, мы очень старались. Подготовили всевозможные номера. У нас будут представлены также кухни народов нашей республики. Песни, танцы, все, что является, как говорится, антуражем праздника. Я считаю, любое мероприятие очень важным. Тем более мероприятие такого уровня – это вообще-то значимое событие для каждого человека. А наше учреждение направлено на работу с инвалидами, с людьми старшего возраста. Дедушки и бабушки приходят сюда провести время с пользой. Некоторые занимаются вышиванием, другие изготовлением различных подделок, пением и танцами, чтением книг и просто общением со сверстниками. Они не пропускают ни одного мероприятия, ведь каждый праздник яркий, как звездочка на небе. Больше всего понравилось наше объединение, наш народ, Карачаево-Черкесия, многонациональный. И вот мы здесь не делимся ни на кого. Мы просто живем. Мы люди, мы женщины. Мы в основном все в таком возрасте, что надо нам общение. Праздник очень хороший. Мы радуемся, гордимся, что у нас, Карачаево-Черкесия, весь народ вместе с нами. И всей национальности мы вместе живем. Дружба. Любим друг друга. И самое главное, чтобы у нас был мир, чтобы не было войны, и наши дети процветали и учились. Мероприятие прошло в теплой атмосфере, за праздничным столом, с пением и танцами. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева-Черкесия. В мексиканской столице Мехико прошла Всемирная конференция ЮНЕСКО «Мондиокульт-2022», в рамках которой была организована выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие культур стран-участниц ЮНЕСКО. Российская Федерация представила для экспозиции национальный карачаевский женский праздничный костюм художника-модельера Заремы Аджиевой. Уникальный российский экспонат вызвал большой ажиотаж со стороны участников и гостей мероприятия. Дальнейшим костюм будет подарен Министерству культуры Мексики и передан в один из национальных мексиканских музеев. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok